Пенсионер из Волгограда стал целителем после того, как вернулся с того света. Клиническую смерть мужчина пережил после удара током в 10 тысяч вольт. Примечательно, что теперь Алексей Кондаков лечит энергией, которую берет прямо из розетки. Энергетический феномен изучил Алексей Кнор. Мы проверяем, есть ли энергия, есть ли ток в розетке. Есть. Затем вводим контакт. И два пальца, пожалуйста. Житель Волгограда Алексей Кондаков проделывает этот смертельный трюк ежедневно. Пенсионер уверяет, таким способом он получает энергию, чтобы лечить людей. Уникальный целительский дар Алексей Кондаков приобрел, едва сам не лишившись жизни. Ремонтировал телевизор, рекорд. У него было плохое изображение. И в рабочем состоянии я залез внутрь телевизора отверткой. Хотел поправить, так как было искажение экрана. В это время раздался грохот. Мощнейший электрический разряд, жуткая боль и клиническая смерть. Алексей уверяет, что в этот момент он видел, как его душа отделилась от тела. Я лично вылетал через форточку и видел свое тело, как оно лежало на полу. Меня подхватил какой-то старец, взял за руку. И мы полетели. По ощущениям Алексея Федоровича, вне тела он провел около двух часов. Все это время таинственный старец был рядом. Он словно сканировал душу мужчины. И в какой-то момент вернул ее на землю. У меня в ладони, вот в правую ладонь, прям в тело упала звездочка, вросла. И старец говорит, ты этой рукой будешь лечить людей. В сознание Алексей Федорович пришел через шесть дней после происшествия. Врачи назвали его возвращение с того света настоящим чудом. Впрочем, на этом чудеса не закончились. Однажды Алексей Федорович решил отремонтировать розетку. Тут и открылись уникальные способности пенсионера. Розетка качалась. Я открыл ее, пальцами попробовал, тока нет. Оказывается, ток был. Потом лампочку засунул, лампочка загорелась. Тогда пенсионер и вспомнил слова мистического старца. Этой рукой ты будешь лечить людей. Первый эксперимент Алексей Федорович решил поставить на своей жене. Он головные боли только так снимает. Ну а затем стал помогать и всем желающим. Ну ночью же не пойдешь к врачу, тем более, что утром у меня была очень важная встреча. Я не могла на нее опаздывать и спать не могла совершенно. Ну тогда я так немножечко постеснявшись, тем не менее, пошла к Алексею Федоровичу. Он мне приложил сначала руку к этой стороне, потом дал какую-то бутылочку с водой. Я думаю, пополоскала ее, знаете, все прошло. То есть я заряжаюсь током, электрический ток во мне перерабатывается в биоэнергию, и эта биоэнергия способна излечивать людей. Факт. После удара током высокого напряжения мужчина потерял всякую чувствительность к электрическим разрядам и даже начал перерабатывать эту энергию в лечебную. Но как такие электроцелительские способности можно объяснить с научной точки зрения? Физик Виталий Грозный уверен, пониженная чувствительность пенсионера к электричеству связана со свойствами его кожи. Человек тоже обладает сопротивлением. Обычно оно колеблется где-то в пределах 100-200 тысяч Ом. Есть люди, у которых повышенная сухость кожи. Вот там, конечно, выпадает человек за вот эти пределы, о которых мы говорим. Если сопротивление большое, то ток проходит меньше. Но как объяснить преобразование электроэнергии в биоэнергию? По словам невролога Алексея Долецкого, такие случаи в медицине неизвестны. Явление выживания и даже снижение чувствительности человека после удара электрическим током известно зафиксировано. Но у этих людей впоследствии каких-то дополнительных свойств выявить не удалось. Сегодня специалисты в один голос уверяют, случай Алексея Кондакова поистине уникален. Волгоградскому пенсионеру уже предложили пройти полное обследование. Но Алексей Федорович с ответом пока не спешит. Он боится, что из-за вмешательства ученых дар может пропасть. А еще так много людей, которым нужна его помощь.